Когда издалека виднее признаки нарушений при закупке дорогостоящих томографов в Забайкалье выявили московские эксперты Фонда здоровья, которые накануне побывали в Чите с рабочим визитом. По мнению общественников, несколько заключенных в 2014 году контрактов носят признаки договорных, поскольку в техническом задании по одной из закупок отсекались все производители, кроме одного, а другой и вовсе был заключен без проведения торгов. Первый контракт был заключен 13 октября 2014 года на закупку 32 срезовых томографов, каждый стоимостью 26 с лишним миллионов рублей. Параметры технического задания могут свидетельствовать о том, что данная закупка проводилась под конкретную фирму производителя. По словам директора Фонда здоровья Эдуарда Гаврилова, техническое задание было составлено таким образом, что в закупке не могли участвовать российские производители этой медицинской техники, что противоречит установке на импортозамещение. Другой же контракт, выявленный экспертами и вовсе мог быть заключен без проведения конкурса. На круглом столе, прошедшем в Чите 9 апреля под эгидой регионального УНФ, московские эксперты уже озвучили представителям Минздрава свои вопросы, однако внятного ответа не получили. Тем временем в региональном департаменте госзакупок тревогу московских специалистов не разделяют. Данную закупку проверяло управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю. И вывод комиссии УФАС в том, что жалоба заявителя о том, что эта закупка якобы от кого-то была сделана, она признана необоснованной. Заявитель путает две разные вещи. То есть производитель может быть один, но этот товар может быть у разных фирм, которые могут участвовать в торговых процедурах. Что касается аппарата искусственной вентиляции легких, ну здесь безусловно есть вина ЦНТО, только в той части, что они, значит, недобросовестно отнеслись к включению в реестр контрактов, номеров контрактов. Значимости функции общественного контроля глава департамента госзакупок не умаляет. Единственное, от чего не понимает Виктор Астанин, так это того, почему специалистов ведомства не пригласили на круглый стол. Он бы еще там ответил на вопросы москвичей, и тогда скандал о многомиллионных нарушениях просто бы не случилось. Вообще я считаю, что общественность должна контролировать государственные закупки, потому что там же фигурируют огромные суммы. Контроль должен быть грамотный, трезвый, взвешенный, и вот сенсации здесь не нужны. Мария Машанова, Анна Кулигина, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ.